А что вы даже сочувствовать? А нам? А мы как живем? Я не знаю. Такие вопросы задаете? Хороший вопрос. Наши пенсионеры не смогут, например, поехать в Турцию и на Канары. Нет, я им завидую. Я им завидую. Здравствуйте, дорогие друзья. Недавно российской СМИ облетела тревожная новость о пенсионерах. Правда, не о наших, а о немецких пенсионеров, которые из-за дороговизны отопления в Германии вынуждены будут коротать эту зиму на мировых курортах Турции, Туниса, Египта, Канарских островов и так далее и тому подобное. А давайте послушаем, как на такую новость отреагировали российские пенсионеры, да и просто прохожие на улицы города. Это Глаз Народа. В СМИ проскочила тревожная новость. Немецким пенсионерам из-за дороговизны отопления придется зиму коротать на курортах Турции, Туниса и Канарских островов. Вы сочувствуете им? Нет, я им завидую. Я им завидую. У меня кроме белой зависти, ничего больше, никаких чувств нет. Вы им сочувствуете? Нет, конечно. Пусть. А что вы даже сочувствуете? А нам? А мы как живем? Я не знаю. Такие вопросы задаете? Я не хочу им сочувствовать. Кто нашим посудит, посочувствует? Я отношусь нейтрально к этому. А вы сочувствуете? Да я уж даже не знаю, сочувствуете им или нет. Какое вообще немецкие пенсионеры должны иметь отношение к нам? Если бы у вас была проблема с отоплением, на каком бы мировом курорте вы бы отдыхали всю зиму, чтобы не платить за отопление? Хороший вопрос. Дома бы я отдыхал. На даче. А потому что мне не хватает, мне пенсия маленькая, чтобы на Турцию ехать. Я и на море не могу поехать. Геленджик. Дома, под одеялом. Не коротали бы, нашли бы что делать. Но, видимо, у них условия позволяют жить более расслабно. Так они же несчастные. Так они врут. Вы им сочувствуете? Немецкий пенсионер? Ну, с одной стороны да, но с другой стороны нам-то какая разница. Ну, как людям сочувствую, конечно. А вы сочувствуете немецким пенсионерам? В какой-то мере. Это так, да. На каком бы мировом курорте вы бы коротали зиму? На Майами где-то туда. Ну, раз на Майами, то и я поеду с ним. На средний пенсионер все потянет. Только пенсию надо увеличить, чтобы она равнялась той пенсии, которая в Германии у пенсионеров. Что они катаются по миру, если здоровье позволяет. А вы как думаете, почему российские пенсионеры не катаются по миру? Не хватает копейки. Была бы копейка, ездили. Как же они несчастные будут на Канарских островах? Ну, надо сочувствовать, потому что все равно люди, если не привыкли к такой обстановке, им придется ее менять. Поэтому выражаем сочувствие. 18 тысяч в неделю будут экономить на наши деньги? Ну, это все хорошо. Мы радуемся за них. А ну, все же потянули бы вы, допустим, всю зиму прожить на Канарских островах? Нет, никогда. Никогда бы не потянул. Ну, это представляете, чтобы экономить 18 тысяч, надо получать 72 в месяц. А у меня 15 только. Я желаю нашим пенсионерам жить на таком уровне, чтобы можно было позволить себе провести зиму на курорте. Вот нашим пенсионерам я сочувствую, немецким нет. Вы не патриотично рассуждаете. Когда-нибудь мы тоже будем пенсионерами, какая пенсия нас ждет? Ну, нас, наверное, вообще ничего не ждет. А поскольку очень небольшой процент предпринимателей и руководителей оформляют к себе на работу, то, соответственно, никакого ни у кого стажа нет. То есть наше поколение с пенсией пролетит вообще. Я боюсь, что вообще ее в ближайшие годы, в принципе, отменят, как сам проект. Объявят его убыточным, отменят полностью. И я не удивлюсь. Но ведь это же возврат в Средневековье. Ну, вот так. А где заслуги Великого Октября? Ну, там же, где и пенсионеры наши с их пенсиями. Скажите, вроде дождя не было. Почему лужа? Вот, неделю назад там гейзер был. Тут водоворот был. Сейчас центральный водопровод гакнул. Ну, скоро не может людям проехать, прям на проезде, да. Ну, давления нету на целом микрорайоне. В Государственной Думе предложили Байдена объявить в розыск. Вот Байден и Обама сто процентов. Или еще Макрон, наверное. Это заговор, точно. Заговор какой-то. Я нашим пенсионерам сочувствую. А почему я должен сочувствовать немецким пенсионерам, если я живу в своей стране? И мне интересен наш народ, и что происходит в нашей стране. Ну, ведь в СМИ же несколько дней это так красиво все описывали. Да, у нас много чего описывают. И вы уж понимаете, что на самом-то деле абсолютно все по-другому. Если бы у вас возникла проблема с отоплением, на каком бы мировом курорте вы коротали бы свои дни целую зиму? В Кочетовке. А вы? Там же очень хотел бы. Вообще, чтобы было у нас все в стране по-другому. А для пенсионеров тем более. Ну, наоборот, мне Касим повезло. Так ведь же в СМИ говорят, что не повезло. Да нет, наоборот, повезло. Нет. Не сочувствую. Да, они слишком едут. Ну, я считаю, что если мы можем себе позволить куда-то поехать, они еще тем более. Так думаю. Нет, не сочувствую. Ну, было бы неплохо покоротать зиму где-нибудь на Канарских островах. Начнем с того, что если бы у этих пенсионеров не было бы денег, они бы не отдыхали на Канарах, Турции и тому подобное. Наши пенсионеры не смогут, например, поехать в Турцию и на Канары. Конечно. Бедные немецкие пенсионеры. Я вот работаю, допустим, чтобы выжить как-то. На каких мировых курортах вы отдыхали? Только в Турции. В 13-м году один раз была. Все. Я тоже хотела на Канарские острова. Что вам мешает? Наверное, зарплата. Небольшая. А вы верите, что когда вы станете пенсионером, вы будете там проводить целую зиму? Вот как раз таки недавно задумалась, что очень страшно быть пенсионером в нашем городе. Потому что пенсии маленькие. Это только нашего города проблема? Нет. Я думаю, что нашей страны. Неужели у нас страна недостаточно богатая? Ну, я думаю, не в этом дело, я думаю, не в этом причина. Тех, кто руководит нашей страной, я думаю, наверное, у них проблема. Верю разогнать всю шайку, сделать как Китай, чтобы его не было, этого фонда, пенсионного фонда. Бешеные миллиарды уходят на их офисы, на зарплаты сотрудникам. Пусть сделают как Китай. Счет. А кто это должен сделать? Наверное, народ. Выйти и сказать. Запрещены же митинги. Ну, тогда не знаю кто. Но мы не достучимся ни до Путина, потому что рука руку моет. Показателем уровня развития, благосостояния и могущества любого государства является то, как относятся в этом государстве к старикам. Хотелось бы, чтобы власть имущие в России почаще вспоминали эту простую истину. Дорогие друзья, обязательно напишите в комментариях, а что вы думаете по этому поводу. Подписывайтесь на наш канал Аврора. Не забудьте поставить лайк. И, конечно же, до скорой встречи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!